У водоема Гомельской области обновляется популяция стерлядей. Специалисты спадаются, что этот проставник семейства осятовых освоит свою экологическую нишу без шкоды для других проставников их тя фауны. На зарыблении Припяти побывали наши корреспонденты. Больше 2 тонны шупаковой стерлядей выпустили в Припять специалисты природной аховы. До 70-х годов минулого 100 года в реках Беларуси стерлядь была довольно шматрикой промысловой рыбой. Зараз ловится одинковыми экземплярами. Вид уключен в «Червоную книгу». А последние 2 годы специалисты спробуют одновить популяцию. Почему мы именно стерлядь и щука – это, можно сказать, домашние рыбы, которые исторически уже сложились, они здесь жили, и им есть здесь кормовая база. Кормовая база, сами понимаете, это главный элемент питания рыбы. 10 тысяч рублёв каштовали мальки, яких закупили у двух рыбгасов. Это мытовые сродки членов Белорусского товариства полевничьих и рыболовов. С каждым годом всё эти хищника меньше и меньше. Вода падает, воды нету. Я не знаю, куда это… И рыбаков очень много стало. И вылавливают не то, что всю рыбу. И маленькую, и большую, и среднюю. Частковую ситуацию погаршает сама природа. Засуха, отсутность угодного разлива, и рыба не растится у речище, а не у пойми раки. У вынику икра не програется солнцем на мелководде. До того же у речище ее амаль целиком зъядают драпежники. Белорусские навыковцы рают зарыблять водоемы теми видами рыб, які исторично водились в Беларуси. В ближайшее время мы планируем зарыблять и реку Сож тоже. Может быть, в планах именно в том числе запустить сама. Ну и опять же стерлядь тоже. Это очень интересный вид, который, ещё раз повторюсь, хотим установить популяцию.